Тверская область первая по уровню смертности в ЦФО и в тройке лидеров по России. Об этом сообщили в Тверстате. Каковы причины убыли населения и как правительство региона собирается улучшать демографическую обстановку? Расскажем далее. Численность населения региона с 1 января 2020 года составила 1 млн 260 тысяч и уменьшилась с начала 2019 года на 9300 человек. С начала 2016 года итоговая цифра убыли населения составила более 44 тысяч человек. То есть за 5 лет регион условно потерял все сельское население Калининского района. В Тверстате отмечают, что в основном сокращение численности населения связано с естественной убылью. Россия находится сейчас в демографической яме. Тверская область также находится в такой же демографической яме. К сожалению, сейчас нет того количества молодых пар, которые создают семьи, в которых рождаются дети. И результат середины 90-х годов, когда была очень низкая рождаемость, они существенно влияют именно на ситуацию с рождаемостью, демографией и в стране, и в нашем регионе в нынешний период. За последние 15 лет число женщин репродуктивного возраста уменьшилось на треть. Это напрямую влияет на современную рождаемость. При этом специалисты отмечают, что желание молодых людей создать семьи и рожать детей не уменьшается, а наоборот. С каждым годом становится все ощутимее. Социологические исследования Агентства стратегических инициатив Фонда общественного мнения фиксируют, что люди хотят иметь детей, что отмечается большая социализация именно сторонников рождения детей, что является дополнительным ресурсом для продвижения ценности семьи и материнства. Напрямую может повлиять и комплекс мер, который был разработан правительством России, а также властями Тверского региона. Напомним, что помимо госфинансирования семьи Верхневолжья могут получать порядка 25 мер поддержки, большая часть из которых материальные. Статистические данные полностью подтверждают мнение, что это позволит области выкарабкаться из демографической ямы. Ведь самые заметные всплески рождаемости в области связаны как раз с введением дополнительных мер поддержки. В 2007 году это введение материнского капитала, а в 2013 выплаты на третьего и последующих детей. Реализуемые меры поддержки имеют положительный эффект. В регионе в два раза увеличилось количество многодетных семей с 2013 года. Для обеспечения эффективной работы мер поддержки будет создан Совет по демографической семейной политике, в состав которого войдут представители органов власти, общественных и научных организаций, а также духовенство. Для муниципалитетов Тверской области за достижение лучших показателей в демографии предусмотрены специальные дотации.